Давайте поприветствуем Романа. Мы все были мертвыми. И вот до того, как я уверовал, у меня была веселая жизнь. Я неплохо зарабатывал. И меня не беспокоило, что мне делать завтра. И меня не волнуло, как водоправил утре, тем, что я буду делать сегодня. И какое-то веселье, какое-то... Оно было пустым. Оно не настолько наполняло меня, сколько, наоборот, высасывало из меня всю энергию. И потом, когда я уверовал, пришел к Богу. Мое финансовое положение. Какая-то уверенность. Някаква сигурност в себе си. Просто падна. Но я настолько поверил в том, что Бог для нас приготовил все самое лучшее. Обаче я столько поверил, что Господь приготовил за нас всичко наи-добро. Что не отступал от этого пути. Не отступал от Бога. Не отступал от этого пути. Я верил искренне. Искренно верил. Что бы завтра что-то было хорошо. Что за дай добре всичко утре. Я должен претерпеть вот эти испытания. Треба да истерпе эти испытания. И вот это такое лирическое отступление. Твое лирическое выведение. Тому, что подвести вот к этому лету. Задостигнем до того лета. За это лето мы были, я был на трех молодежных лагерях. Азбях вечно три молодежки лагеря. Два из которых мы были как участники, помогали служителями приглашенными. Один мы организовывали сами. Один из которых был в Турции, нас пригласили послужить. Появились много друзей. Нас много куда зовут, приглашают. Потом мы путешествовали. Мы поездили по Болгарии. В Молдове. В той же Турции. У меня появилась прекрасная жена. Появилась прекрасная жена. Спасибо. В работе Господь все так складывает. Что до уверования, я даже не думал, что я смогу столько зарабатывать. Но Господь сказал, будешь верен во мне в малом, я тебе дам больше. И вот так Он испытывал. И у нас появилась прекрасная собачка. О которой мы давно хотели. И Господь нам ее подарил. Умную, добрую, послушную. Просто об этом можно было только мечтать. И вот разговаривая с моими друзьями, которые неверующие, они говорят, какая у вас веселая жизнь. Сколько всего у вас происходит в жизни интересного. И когда вот мы были в Молдове, они говорят, как жалко, что вы приехали только вот на 10 дней. Без вас это лето было скучно. И чисто вот этот промежуток из двух недель вы подарили нам краски. А я знаю, почему. Потому что в нас есть вот этот Божий огонь, Божья любовь. Мы ее познали. Мы ее приняли. И это нам дает силу делиться ею с другими. И на днях я был удивлен, когда мой лучший друг, с которым я дружу уже больше 18 лет, он мне написал и попросил помолиться за него и за его семью. Это было так приятно, потому что ты где-то читаешь о том, что нету пророка в своем отечестве. И ты понимаешь, что да, тебя где-то не будут воспринимать как праведника, как проповедника какого-то. Не будут прислушиваться где-то к твоим словам, потому что тебя знают, когда ты был до этой жизни. И зачастую не воспринимают. И тут очень приятно слышать, когда тебя действительно родные и близкие просят. Еще, что Господь сделал в этом летом, он мне дал еще больше мудрости. У меня родители были в середине августа тут на море. И я их не видел месяц. А я по ним очень сильно скучаю. До этого мне нужно было 7-8 месяцев их не видеть, чтобы у меня было желание проводить с ними время. А тут вот даже неделя вот проходит, и я скучаю. И я понимаю, что Господь работает с моим сердцем. Дает мне мудрости понимать, что ценить это время. И лето действительно Господь подарил супер оживленное. И наистина, беше много оживено лято. И я верю, что дальше будет только лучше. И вярвам, что по нататък ще даже по-добре. И я понял, что жизнь с Богом намного лучше, чем без Него. что живота с Богом намного по-добре. Там больше красок. Она ярче, интереснее. И для нас открывается весь мир. И за нас все утварят цели и свят. Что нет ничего невозможного. Нямо ничто невозможно. И Он дает все, что нам нужно. Дает новых знакомых, новых друзей. Всичко, кое-то не нужно. Новое запознанство хора, с которыми достаточно быть только 3-4 дня вместе. С кое-то и достаточно да си 3-4 дни заедно. А у вас настолько такие чувства, что вы знаете друг друга уже больше нескольких лет. И я благодарю Бога за это. И я благодарен на Господу за това. За такую прекрасную, яркую жизнь. За такую прекрасную жизнь. Живот.